Я вспомнил одну историю, она немножко, как бы это сказать, на грани фола. Как мне кажется, довольно смешная. Я все-таки ее расскажу и очень надеюсь, что телезрители, а главное, Баря Алибасов, простят меня за некоторые вольности, которые присутствуют в рассказе. Эту историю мне рассказал мой приятель, врач-ортопед. Сейчас он на пенсии, а до того, как вышел на пенсию, он работал в одной из израильских больниц. Естественно, много дежурил. Вот представьте себе дежурство, вечер, он уже очень устал и гипсует чью-то переломанную ногу. И тут приходит сестра, приносит еще одну историю болезни и говорит, что из арабской деревни привезли пациента по фамилии Насрала, и у него болит спина. И что после ноги она просит доктора посмотреть этого человека. Ну, он продолжал гипсовать ногу, это заняло еще какое-то время. А за это время в приемный покой пришла русскоговорящая женщина, Аля Хадаша, которая мучилась от запора, и она пришла в больницу в надежде, что ей там помогут. А Насрала, наоборот, устав ждать, вышел на улицу покурить и попить кофе. Ну, мой приятель закончил с ногой, взял историю болезни, вышел в приемный покой, и не увидев никого, кроме этой женщины, подумал, может быть, это у нее такая фамилия, подошел к ней и по-доброму и проникновенно, как умеют только врачи, спросил, насрала? Женщина дернулась, покраснела, а потом выяснилось, что это был очень интеллигентный человек, кандидат филологических наук, и сказала, доктор, тихо, еще нет, но мне уже дали лекарства, и я чувствую, что скоро, очень скоро это случится, но я прошу вас не говорите так громко. Это все-таки интимное дело. Мой приятель вернулся в комнату, почитал газету, посмотрел рентгеновские снимки, потом снова вышел в приемный покой, и опять увидев эту женщину, он уже несколько раздраженно спросил, насрала? Женщина сказала, да, доктор, все в порядке сейчас, все в порядке, лекарство подействовало, уже очень вам признательно, что вы все время спрашиваете, очень вам благодарно, все в порядке. Но он уже был озлоблен, и он сказал, что вы мне морочите голову с вашим лекарством? Я спрашиваю, где насрала? Женщина сказала, доктор, вы хотите знать, где насрала? Да? Там, сказала женщина, показывая угол приемного покой. Насрала, там, спросил мой приятель? Конечно, там, сказала женщина. А где же? Я думал, на улице, сказал он мне. На улице, ну, как-то не очень прилично. Подошла старшая сестра, выяснил, в чем дело. Мой приятель уже кричал, он кричал, что я пойду сам проверять, где насрала. Пошел туда, куда указывала женщина, вернулся и сказал, как вам не стыдно, там пусто. В общем, это продолжалось еще довольно долго. И, конечно, излишне рассказываю, что примерно в течение года, после того, как случилась эта история, персонал больницы, когда встречал моего приятеля в коридоре, подмигивал и спрашивал, насрала? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...